всем привет друзья с вами я игорь остовков и это проект где футболисты сегодня второй выпуск нашего проекта и мы с вами раскроем одну из важнейших тем умерли дворовой футбол в украине кто победил гаджеты или любовь к футболу мы с вами и увидим вот они футболистике здравствуйте извините а вы не подскажите есть здесь где-то футбольное поле то просто я по картам ищу поля футбольные в черновцах такие которые не платные общедоступные на ульжича это куда мне нужно но она убитая там асфальт более меня что-то адекватного и так туда 3 школе 3 школе это туда вниз на а тут а тут не было никогда до футбольного поля я понял ладно хорошо спасибо вам да ребятушки вот и такое бывает шелк футбольному полю минут 15 может 20 даже хотел вам показать как же состояние дворового футбола но как видите немножко неудачно поле там просто какой-то полисадник я не знаю тренажерами это не назовешь каких-то советских времен еще стенки для лазания ну что ж продолжаем свой пояс не отчаиваемся вот ребята очередное поле по карте показывает как футболь но как видите скоро уже будем канал переименовывать не где футболисты а где баскетболисты да и вообще где спортсмены все вот можете видеть за моей спиной ребята играют стрит 3 на 3 принципе очень неплохое покрытие видно что новое не так давно его построили или отремонтировали семьи с колясками гуляют там дальше еще он площадка волейбольная поэтому что ж отмечаем чекинимся и идем дальше с вами в общем и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поиск футболистов продолжается Сегодня второй день исследования Районов города Полей Да и вообще общение с ребятами Которые Гуляют на улицах Которые возможно интересуются спортом Вот сейчас Смотрите за моей спиной Мини футбольное поле Опять же Old school Забора нет Сеток нет Скорее всего Что там Бетон Сейчас мы с вами и проверим Такая трава густая Тут и обувь можно потерять Свое Оууууу saber Ребята привет скажите пожалуйста вы вообще частенько здесь футбола да именно на этом поле а где там поле до 187 и сзади а там какое покрытие понятно и вы каждые выходные каждый день летом до играете скажи пожалуйста как ты думаешь где футболисты где мне их найти где найти профессиональным тренером футболистов на штучному до поискать ну хорошо сейчас обязательно пойду поищу давайте кулачки давайте давайте все вам хорошего вечера футболистов ищу на футбольных полях до красавец не знаю даже вряд ли я сейчас это повторю молодцы ребята все хорошего вечера вам очень колоритные ребята попались мне кто-то говорит о том что даже пытался футболом заниматься очень неинтересно что же идем дальше поздно наводки местных экспертов так вот сразу живешь многоэтажном доме и у тебя мини огородик такой помидорчики петрушечка укропчик и ребятушки смотрите куда я с попал вот оно еще одно поле да потом мы удивляемся почему наши дети сидят в компьютерах в телефонах планшетах почему они не развиваются почему они не занимаются спортом да вот почему вот вам один из примеров негативных того что неплохой участок неплохой участок земли посмотрите ну как оно все поросло травой вот когда-то здесь было футбольное поле вместо этого мы получили бурьян амброзию кустарники какие-то и место для выгула собак кто-то может сказать да ладно игорь что ты вот это ходишь непонятно где отыскиваешь какие-то поля да я согласен возле новостроев стараются хотя бы делать какие-то коробки там 20 на 40 до чтобы могли ребята позаниматься надеюсь я найду сегодня такие да и вообще в принципе в городах украины полномасштабные проекты по развитию спортивной инфраструктуры скажем так находятся в зародыше если делаются какие-то объекты то делаются не по технологиям многие поля кладутся на асфальт просто-напросто а это очень травмоопасно нет никакой дренажной системы и для коленей голеностопов спины это довольно таки проблематично вчера мы видели с вами там где были новые баскетбольные поля вот там действительно было мягенько там было здорово здесь же видимо очень давно рука строителя не касалась спортивным объектом ничего страшного я продолжаю поиск вот там еще между деревьев тоже какая-то площадочка асфальтированная может когда-то там были баскетбольные кольца вот оно большое натуральное поле не похоже конечно что на стандартных размеров но все же какое-никакое есть вон там наверху тренажерчики сейчас мы подойдем туда я вам обязательно покажу ну вот смотрите сейчас я захожу на поле во первых что у меня под ногами вот такая вот ерунда опять же можно легко потерять свою обувь похоже какой-то на бассейн он там ребята вообще загорают в траве девочки отдыхают кто катается на велосипедах вот опять же вот он инфраструктурный объект большое поле для футбола при школе но вы видите что с ним происходит просто я вот сейчас иду и смотрю как бы голеностоп здесь свой не оставить потому что ямы здесь сумасшедшие а вот там впереди смотрю ребята поделились играют футбол поэтому сейчас подойдем туда посмотрим я вам покажу вижу синтетику небольшое поле где-то может 22 на 42 поэтому сейчас подойдем и посмотрим а вот они тренажерчики как спортивные спортивные сооружения вот вот так свой проводят досуг молодежь да и не только вот футбольное поле альбоматор будущих звезд и профессионалов ребята вот хочу обратить внимание вот это вот это освещение смотрите что с ним сделано щиток просто открыт то что зачем непонятно а вот и забор ну вы сами видите да какие-то пакеты видимо под мусор просто бирак секции идем дальше вот опять же вот он забор ну посмотрите ну как это просто понимать как это называется это просто ужас честно нет слов нет слов одни эмоции очень неприятно потому как вроде бы поле хорошая да и сделали все аккуратно чтобы ребята могли заниматься и приходить свободное время гулять посмотрите в каком состоянии просто этот стадион такое чувство как будто я не знаю тут вандалы какие-то побывали или кто-то соревновался по поводу того что кто выломает все секции кто сделает так чтобы стадион быстрее развалить как так можно я не понимаю сейчас мы зайдем вовнутрь я вам покажу просто-напросто ворота в каком состоянии вы видели что сделано с забором хотя вот я зашел через дыру в заборе вот она калитка которая закрыта поле в принципе более-менее неплохого качества но вот и не ворота вот они ворота здесь когда-то планка когда-то была когда держала ее вот она сетка дружище я не претендую вот юные футболисты прогонять не прогоняют просто дух думал что я сейчас вместо него стану ворота и буду потесню его ну нет у меня сегодня другая цель и миссия вот она все шатается я не знаю держится на добром слое еще пару слов ну если же вы строите инфраструктурный объект тут ворота но нельзя забор так близко сделать но сделайте зазор хотя бы два метра два метра просто сделайте зазор чтобы ни сетка не страдала и можно было натянуть сетку на футбольных воротах просто нечто а тут получается футбольное поле превратилась в такой объект там где и танцуют и борются и течет жизнь бьет ключом но пусть хоть так он смотрю девочку ворота поставили самое главное чтобы ее не расстреливали со всех сторон вот еще одна часть часть забора добрый привет почти ребят расскажите а вообще давно вот стадион в таком состоянии находится но если мы посмотрим когда его открыли и сейчас но это просто ужас вот уже вот в таком разбитом или год как открыли а как вы думаете кому вообще в голову пришло такое делать с полем со стадионом забором и и забором да а как думаете для чего это делается двери не существуют прямо через вверх что ли да а я думал с ломать сетку и вот три девятки заработала и четыре ну практически четыре ну раз два два тут закрыли и тут и пять считаете раз два три четыре ну я так понимаю это поле это такой объект здесь для вечериночек тусовочек да местопровождение ну кто как кто чем занимается кто танцами здесь кто борьбой кто в футбол играет да Ребят, еще такой вопрос А еще вот здесь, в этом районе Есть что-то подобное? Ну, хотя бы еще одно такое поле Там, где вот вы просто могли бы Спокойненько зайти, поиграть У нас У нас на районе Там не бежали Я знаю там Я сейчас туда по пути иду Как раз Там вроде бы все в порядке с этим полем Ну, более-менее, да, ну посмотрим как раз Там получше, там дырок нема таких Это уж точно Ладно, ребят Но здесь, да, оно помягче Там оно более такое, пожестче, конечно Но это, получается, два поля на весь этот район, да? На Гравитон, на ближайший Не, ну то я видел, да То и полем назвать нельзя То, я не знаю, пастбище какое-то Что ли Ладно, ребят, спасибо вам большое Не буду вас отвлекать Хорошего вечера вам Ну вот, вы сами все слышали Из первых уст Вот парни тут упражняются во французском Просто шпарят на французском языке Мат-перемат Уши вянут Заворачиваются в трубочку просто Да Вот что значит воспитание улицей Вот я у ребят спрашивал про площадку И вот же она Пара-папам-папам Мой любимый бетон Мой любимый асфальт Это называется Покрытие этого поля Выживет самый стойкий Самый сильнейший Ребята там играют в стрит Ну что ж, вы видите Все своими глазами Я не придумываю И как бы Два поля на квартал Даже, может, больше, чем на квартал Да, это жестко Ну что ж Пройдем на то поле, о котором мы говорили Посмотрим, как там Но по предварительной информации Там должно быть весьма неплохо Пока еще Но там мы с вами и увидим Пойдем вместе Вот, дорогие друзья Вечер Практически уже полдевятого вечера Вы видите Полностью поле заполнено Баскетбол, футбол Максимально все виды спорта Парни разминаются Возможно Сейчас даже будут рубиться футболец Возможно, даже и на расстрел Мы с вами со стороны понаблюдаем И посмотрим Возможно, нам удастся получить Самые горячие кадры А вот они, футболисты, подтягиваются Привет Видео Отключается Отключается Ого Обpak honors Ого Отключается что же ребятушки пришел я на очередной стадион как видите заброшенный снова здесь травы просто посмотрите сколько посмотрите сколько здесь травы вот сзади меня находится новострой видимо поле не принадлежит ему возможно учебному заведению но принадлежит непонятно честно каким образом она здесь появилась но за ним никто не ухаживает конечно же вы можете мне сказать игорь в городах очень много площадок на которых можно поиграть футбол ребята я с вами абсолютно согласен сейчас мы говорим о том что инфраструктурные объекты которые доступны абсолютно каждому не независимо от финансового положения то есть чтобы будь то подросток родитель с ребенком либо же просто спортсмен мог выйти на поле мог выйти на стадион и совершенно спокойно в свое удовольствие заниматься спортом при этом не инвестируя никаких денег не оплачивая аренду конечно любой может прийти просто оплатить аренду и поиграть на футбольном поле мы же говорим совершенно другое дворовой футбол то есть те места те поля где ребята могут 24 часа в сутки проводить время абсолютно бесплатно не так давно владимир зеленский на своей пресс-конференции анонсировал то что в 25 регионах нашей страны будут построены 25 спортивных комплексов конечно же мне в первую очередь хотелось бы в это верить и я надеюсь что перемены наступят ближайшем будущем я надеюсь на то что благодаря инициативе нашего президента будет как можно меньше таких неухоженных полей и будет наоборот как можно больше инфраструктурных объектов где люди будут получать удовольствие расти и развиваться внимание 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 в конце этого выпуска будет конкурс сегодня мы будем разыгрывать парад на выходную футболку футбольного клуба спарты с автографом легенды буковинского футбола юрия гия все условия в описании к этому видео спешите дорогие друзья вот и подошел к концу второй выпуск проекта где футболисты подписывайтесь на канал ставьте большой палец вверх нажимайте на колокольчик и будьте с нами и помните любите не себя в футболе а футбол внутри себя